Как впечатлить девушек, господа, сегодня в видео 10 вещей, которые женщинам нравятся на мужчинах. И первое в нашем списке – это хорошо сидящий костюм. Я говорил об этом в своих видео, но позвольте рассказать вам две причины. Женщины высоко оценивают мужчин в костюме. Первое – просто мы круто в них выглядим. Плечи становятся шире, талия уже, руки выглядят больше. Все это делает вас на вид более мужественным. Естественно, женщины хотят партнера, который выглядит мужественно, у которого высокий уровень тестостерона. Все это дополняет ваш образ. И второе – социальное положение мужчины в костюме. Когда вы представляете мужчину в костюме, вы думаете о богатом, успешном человеке, с хорошей работой, с будущим. Все это, верите вы или нет, зачастую сообщается вашей одеждой. Правда, это или нет, это уже другая история. Но суть в том, что она воспринимает это как индикатор статуса, мужественности, кто ей нужен. Вторая вещь, которая нравится женщинам – это хорошие часы. Быстренько опишем хорошие часы. Вам нужен кожаный ремешок, очень простой циферблат в минималистическом стиле. В золоте или серебре, цвет выбирайте по себе. Я предпочитаю серебро, холодные тона мне подходят. Если любитель теплых, золото – это ваше. Часы означают, что вы следите за временем, и у вас есть чувство стиля. Но есть часы за 10 долларов и за 1000 долларов. Поэтому мы создали руководство для вас. Бесплатная книга, прочитав которую, вы узнаете о часах все, что вам нужно. 65 страниц чистой информации. А также у меня есть видео, если вам нужно убедиться, что вам стоит носить часы. 7 причин, почему каждый мужчина должен носить часы. Если у вас есть смартфон в кармане, это не значит, что не нужно носить часы. Опять же, это говорит о том, что вы более собранный. Номер 3 в списке, что нравится девушкам – нечто невидимое. Это ваш парфюм. Что ж, вперед и найдите парфюм, который вам подходит. Я не знаю, какой именно. Вам нужно подобрать опытным путем, что будет сочетаться с вашим естественным запахом, с вашим телом, химией вашего тела. И были проведены исследования, что мужчины могут выбрать, что естественно подходит для нас. Когда вы его выберете, используйте правильно. Я оставлю ссылку в описании на инфографику, где наносить парфюм на своем теле, как его использовать. Друзья, ваш парфюм должен быть замечен. И это не значит, что при появлении в комнате вам нужно кричать об этом. Женщины более чувствительны к ароматам и ощущают их лучше, чем мужчины. Четвертый номер по списку – розовые рубашки. Женщины обожают розовые рубашки на мужчинах. Я думаю, на это две причины. Первая – это говорит об уверенности. Это говорит о том, что вы не боитесь носить цветное, и он сейчас якобы ассоциируется с женским цветом. Но если вернуться в прошлое, розовый был мужским цветом долгое время. Ссылку на статью я оставлю в описании. Розовый – отличный цвет, особенно если сочетается с цветом вашего лица, если вы немного темный. Главное носить постельный розовый, а ярко-розового вам стоит избегать. Пятый номер в списке, друзья – боксеры. Женщины любят боксеры на мужчинах. Они такие же длинные, но гораздо уже, чем семейники. Боксеры гораздо лучше сидят, подчеркивая фигуру. Особенно если вы сидите... Боксеры гораздо лучше сидят, подчеркивая фигуру. Особенно если вы следите за телом. Смотрятся отлично. Но если вы не следите за телом, то да, вам лучше надеть семейники. Но в итоге, женщины предпочитают боксеры. Далее в нашем списке вещей, которые любят видеть женщины – хорошо сидящие джинсы. Большинство мужчин носят джинсы, которые им большие. Попробуйте взять на размер меньше. И я не говорю про скинни джинсы. Вы знаете мое мнение насчет этих джинсов. Небольшой фанат. Но я точно не фанат безразмерных джинсов. Джинсы карго отличные, но для плотников. Вы не должны носить слишком большие джинсы. Поэтому размер меньше. Или посмотрите другой тип джинсов, который вам подойдет. Номер семь в списке, друзья. Стильная обувь. Домы смотрят на вашу обувь. Друзья, этого не избежать. Они любят туфли и посмотрят на ваши. Поэтому вам стоит улучшить стиль и подобрать себе подходящее, чтобы она заметила. О, он уделяет внимание таким мелочам, как обувь. Итак, я уже говорил об отличной компании GL Rocha. Обратите внимание на этот ботинок. Здесь ничего лишнего. У них немного притуплен нос. Очень опрятный дизайн. Если вы наденете что-то вроде этого, вы получите комплименты. Наденете что-то вроде этих от Пол Эванс, она скажет «Вау!». Они определенно более модные. Явный контраст, цвета, ваша полировка. Вы также можете надеть и замшу. Я уже говорил о них. Ботинки от Алан Эдмондс из Висконсина. Отличная компания. Замшевая текстура отлично смотрится. Они выглядят более повседневными, чем те, что я показал. Хотя все модели это чукки. И вы можете поднять уровень своего стиля. Вы можете купить что-то за 30-40 долларов. Но я считаю вложение в свою обувь одними из самых важных. Номер восемь. Кашемировый свитер. Женщины любят кашемировые свитеры. А большинство обожают трогать их. И если вы хотите сблизиться с женщиной, вы можете разрушить барьер. Она невольно захочет вас потрогать. И она поймет, что вы ей нравитесь. Женщины – тактильные детекторы. Она увидит вас в этом свитере и сразу захочет потрогать. И бум! Мгновенный контакт. Далее одежда с V-образным вырезом. Свитеры, футболки. И обратите внимание, буква V и здесь, на пиджаке. Носите такие свитеры, особенно в одиночку и в темном цвете. Выбирайте футболки. Большинство парней носят прямые вырезы. В этом нет ничего плохого. Но добавьте V-образные вырезы. Не нужно, чтобы он был слишком длинный. Не нужно, чтобы он дотянулся до пупка. Вам нужен акцент на груди и плечах. Далее женщины любят широкую улыбку и обязательно свежее дыхание. Поговорим об этом. Вы с ней сблизитесь, она посмотрит на ваш рот, ваши зубы. И, друзья, мы не идеальны. Но если у вас плохие, пугающие зубы, тогда я считаю, вам стоит посетить ортодонта. Зайти к донтисту. Вы должны сделать все, чтобы у вас были лучшие зубы, которые вы можете себе позволить. А теперь о свежем дыхании. Поймите, если у вас плохой запах изо рта, она даже рядом с вами не встанет. Пожуйте жвачку. Но более важно пить воду. Много воды. Заботиться о своих зубах. Я говорю о чистке зубов дважды в день. Использовании ополаскивателей для рта, нити. Самое важное – посещать зубного каждые полгода. Когда вам 20, вы спокойно можете сходить к нему раз в год или два. Но если вы старше, вам нужно уничтожать все эти бактерии, которые вызывают воспаление десен. Типичный кариес. Посещайте стоматолога каждые полгода. Это важно. Увидимся в следующем видео. Берегите себя. Типа,opy 이용ите себя. стреляю его глазом. Помогите себя. Субтитры sensitive. Хорошо. Поисканичений. Посе всех страхов. Электроматолога. Арктирую его. Строю его. Поиск. Поиск. Арктирую. Поиск.